Чего-то все думают, что мультики это легко, быстро и весело. Нет, это дорого, долго и дорого. Мишка, смотри, вулканы, вулканы! Ты Маша. Озвучиваешь, Маша? Да. Самый монетизируемый российский бренд. Более 100 миллиардов просмотров. Космические цифры. Серьезные ресурсы, должен вам сказать. Ну да, да. Пишут сценаристы Netflix. 25% родителей недовольны и запрещены по-прежнему. Ну дети же, они не дураки, они хотят, чтобы было классно. Всем нравятся приключения Маши и Медведи. Зайчик пукнул, а девочка его пожалела. Вот что они видели в этом мультфильме, я не знаю. Да просто все было честно сделано. 100 миллиардов говорят сами себя. Скромность украшает. Привет, я Евгений Тихонович, и это новый выпуск «О чем шум?». Вы наверняка не раз слышали про российский мультфильм «Маша и Медведь». А если у вас есть дети, вы его, конечно, много раз видели. «Маша и Медведь» — один из самых популярных мультсериалов не только в России, но и во всем мире. Отечественный экспортный продукт с колоссальной узнаваемостью бренда. Недавно мультфильм поставил очередной рекорд. Количество просмотров на YouTube превысило 100 миллиардов. Только вдумайтесь в эту цифру. Более 100 миллиардов просмотров. Мы решили встретиться с командой проекта и увидеть собственными глазами, как сегодня создается мультфильм. Ну что, начнем? Владимир, более 100 миллиардов просмотров. Космические цифры. Вы как-то внутри это все осмысляли? Ну, для нас, во-первых, это большая гордость. И мы осознаем то, что мы являемся большой гордостью также и для всей страны. Потому что это единственный российский бренд в мире медиа, который добился такого большого успеха. Правда, что вы даже вели переговоры с YouTube о том, чтобы придумать какую-то специальную кнопку? Мы понимаем, что у нас будут новые рекорды. Это вопрос времени. Поэтому мы с ними общались, конечно же, и просили у них, спрашивали, что же будет дальше. Пока ответы не получили. Но мы ждем что-то специальное для нас. А вы анализировали природу этих цифр? Почему такие гигантские просмотры? Потому что дети смотрят это очень-очень-очень много раз. Каждое утро садится ребенок перед детским садиком или школой смотрит Машу и Кашу. Здесь нет вот одного рецепта. Ну, во-первых, да, это очень качественный продукт. Начнем с этого. Да, это очень красивая картинка. Это 3D-анимация. Это очень интересный и смешной в хорошем смысле сюжет. Ну, и также, как вы правильно сказали, смотрят Машу и Кашу. То есть... 4-4 миллиарда. Да, именно так. То есть некоторые эпизоды, которые пересматривают снова и снова. Эпизоды, которые включают родители детям, чтобы те лучше ели. Вот как эпизод Маши плюс Каша. Так что разные серии имеют разный эффект, но все очень сильно совокупно действуют. И вот мы получаем такие рекорды и бриллиантовые кнопки по итогу. У нас население там 7,5 миллиардов, да, так сказать. А 100 миллиардов просмотра. То есть люди смотрят регулярно. В течение уже 12 лет, да, получается, что... Ну, как сказать, и сравнивать с другими достаточно сложно, да, потому что таких результатов, ну, в принципе, мало кто дает. Там очень много факторов, которые, на самом деле, не просчитываемы ни маркетологами, ни экономистами, ни кем, ни культурологами. Это просто вот удача, вот сознательный, там, жизненный опыт нашего главного автора, который придумал этих персонажей, который очень долго пытался найти, ну, как сказать, и... Вы имеете в виду Олега Кузовкова. Да, я имею в виду как раз Олега Кузовкова, который вот конкретно автор персонажей, автор там большинства сценариев, да, так сказать, основного сериала, который долгое время был нашим художественным руководителем, да, так сказать, и до сих пор сейчас вот там, ну, как сказать, следит за сериалом, помогает студии, может быть, там, не прямо, но косвенно, в этом смысле, поддерживает вот то, что мы продолжаем делать. То есть, если говорить с точки зрения маркетинга, вот, в 16-м году сериал получил кинскриновый арт в Соединенных Штатах, ну, как тефи для детских шоу и программ, а Олег получил лучшего режиссера, да. Там была формулировка, в общем-то, за то, что он придумал новую клоунскую пару. Клоунские какие-то открытия, это прям совсем, совсем редкость, а тут получается отношение взрослого и ребенка, Олег придумал, вот, преломить сквозь пару медведь и маленькая девочка. Мы получаем историю дружбы взрослого и ребенка, которая на самом деле понимается во всех культурах. Когда у нас был только один русскоязычный канал, то есть весь мир мог смотреть «Машу и Медведь» только на русском языке, у нас больше 50% зрителей было с других территорий. То есть, не хрущал русский язык. А у нас нет диалогов. Там очень мало слов. У нас слово надо, да, так сказать. У нас говорит только Маша. В принципе, она говорит, все ситуации, понятно, разыграют. Поэтому, во-первых, это действительно очень редкий по нынешним временам сериал бездиалоговый. Во-вторых, это в свое время, когда в 2008 году мы начали это делать, никто не делал в таком качестве, в трехмерном, в такой визуализации. Это была та же самая картинка, что люди видели на полном метре. Там про Шрека, там, истории игрушек и так далее. Кто тогда был, так сказать. То есть, уровень визуализации был такой же. Сейчас мы уже делаем в 4К, там, и так далее. То есть, стараемся тоже развивать. То есть, это был очень высококачественный, очень музыкальный продукт. Потому что, на самом деле, получается, что если у тебя нет диалогов, то музыка начинает играть очень важную роль, да, так сказать. Соответственно, вот наш композитор Вася Богатырев, Василий Богатырев, который, так сказать, тоже 13 лет уже работает над этим сериалом. Долго. Да, и песенки из этого сериала сделаны, и музыка там прекрасная, и подход совсем другой. То есть, подход не как сопровождающая музыка, а как музыка, которая может самостоятельно вести тему. Вы звукорежиссер проекта, верно? Да, с самого начала. С 2008? Да, на самом деле, гораздо раньше. А как так получилось? Потому что проект, о том, что он будет, я знал еще за несколько лет до того, как он начал только создаваться. Когда его придумал Олег Кузаков? Да, мы работали на Масфильме, и он пришел ко мне из очередной поездки на отдых. Он приехал ко мне и стал рассказывать про то, что у него есть идея, и что он видел ребенка, от которого убежал весь пляж гостиницы. у нас только была активная девочка, и стал мне рассказывать это изначально идея, и потом сказал, что я тебе позвоню. Ну и, собственно, потом он мне позвонил через семь, по-моему, лет, и говорит, ты знаешь, я начинаю запуск. Вася, композитор наш, он придумал большое количество запоминающихся мелодий. Ну, как бы это все они обсуждали с Олегом, как это все делать, потому что, как бы, ну, естественно, у Олега больше это видение музыкальное было, потому что у него фантастический кругозор музыкальный тоже. Вот. И, соответственно, они обсуждали, он принимал какие-то, и давал советы Вася, как сделать музыку. Вот. И потом Вася сделал удивительные песни у нас сказочные, особенно в первых сезонах вообще. Я даже ему, там песня была как раз про, как там, улетают дети, улетают. И я прям сидел, слушал, и я Вася позвонил и говорю, Вася, ну, ты монстр, потому что ты, блин, песню сделал, из меня, в принципе, уже взрослого дяденьки слезу выжил. То есть, как бы, это удивительно. В восьмом году я увидела Машку первой серии, подумала, вот было бы классно поработать на этом проекте. Вы сразу обратили внимание? Да, да, я прям увидела, это прям был такой шок-контент. Что вас зацепило? Что вас зацепило прежде всего? Не, ну, вообще, для нашей анимации, которая такая вся, я как, ну, советский ребенок, да, взращенный на всех этих, там, как говорил татарский, я не знаю, можно говорить, зайчик пукнул, а девочка, белочка пожалела. Можно. И они спели песенку. Вот. Ну, поскольку мы всегда на этих традициях росли, то, когда мы увидели вот этот вот драйв, вот это хулиганство, это прям такой плюс еще новая технология, которая у нас совсем практически никак еще тогда не была в работе, да, то есть там какой-то отдельный полный метр делался через пенни-колоду, и прямо-то сразу в глаза бросился этот проект своей лихостью. Я прям, вот было бы классно там оказаться, и вот через какое-то время получилось. Люди делают для себя, понимаете, студия, которая делает, которая говорит, как нам, то есть любой аниматор может сказать, а я вот, а можно мне вот так сделать, я вот тут вот хочу довернуть ГЭК или еще что-то. То есть это коллективное, на самом деле, творчество. Много раз обсуждаемое. Да, есть абсолютный лидер, да, там сказать, там, который говорит, вот я буду принимать конечное решение, там, сценарное, сюжетное и так далее. Но, в принципе, еще раз, это вот, то есть есть время, есть возможности, и людям нравится работать, они не уходят отсюда, потому что вот здесь они чувствуют себя причастными к творчеству. Наш скромный офис, наше офисное пространство. Кстати, очень скромно и компактно. Скромно и компактно, да, но зато очень уютно. Более ста миллиардов просмотров, и кажется, что сейчас зайдешь во дворец, сидят люди в костюмах и придумывают новую силу. Да, по факту все остается. Как завоевать империю и весь мир. Вот у нас красивый кофе-поинт, вот где можно перекусить, выпить кофе. Вот здесь у нас офисное пространство, где располагается наш коммерческий отдел, различные его структуры. Маркетинг, сейлс, юристы, все это вот здесь, отдел отдельно YouTube. А вот это специальный отдел YouTube? Да, и дизайн. Смотрите, отдел YouTube в целом существует. Но вообще очень скромно. Очень скромно, да. Но при этом стоил миллиардов, говорят сами себе. Я так понимаю, что вы могли бы себе, наверное, даже что-то побольше позволить? Нет необходимости. Нам здесь уютно, нам здесь приятно. Скромность упрощается. Тут еще есть второй этаж. Здание небольшое, но второй этаж все-таки имеется. Не так все компактно. Но тоже очень скромно. Нет гигантских стеклянных open space и всего такого. Вот доска почета. 10 лет. И самое важное, график отпусков. Потому что отдыхать тоже нужно. Здесь сидит художественный руководитель. Это вы? Да. Меня зовут Женя. Денис. Меня зовут. Расскажите, чем занимаются художественные руководители? Понятно, что руководит. Понятно. Работа с режиссерами, работа со спиридбордистами, работа со сценаристами. Все это. Кроме того, да. Кроме того, мы принимаем окончательный фильм. То есть монтаж, рендер, композ. Все это. Работаем с музыкой, работаем с актрисой, которая озвучивает. Маша. Все это у нас. Мы подходим у вас по офису и удивляемся, насколько ваш глобальный успех по всему миру контрастирует со скромностью пространства. Я тоже удивляюсь. Какие мы скромные. Очень так все как-то прям компактно. Аскетично, да. Аскетично, да. Даже ваш кабинет. Все очень простенько. Да нормально. Нормально вам, да? Да. Спасибо. Вот еще одна доска почета. Точнее стенд с всевозможными наградами. Вот есть какой-то сертификат из Кореи. Есть хрустальные ключи с одноименного фестиваля. Дипломы. В общем, ваши призы. Прочит сказать, чего здесь нет. Еще половины нет. Да. Еще половины нет. Вот это вот самый ценный. Kids Screen Awards 2015 год. Это Оскар были анимации. Kids Screen Awards. Оскар в мире анимации. Чтобы вы понимали. В общем, в целом, структура выглядит достаточно просто. То есть, есть производственная часть, так мы уже говорили, как одно крыло. Есть часть административная, есть часть коммерческая. Вот такие вот три больших направления нашей компании. Всего около 200 человек. 200 человек. 200 человек совокупно, да. Всего работают. Делают продукт, у которого более 100 миллиардов просмотров. Да. Это довольно мало. Это довольно мало, да. Но вот такой бизнес, и тоже поймите, мы хотим делать качественно. То есть, у нас нет желания сделать очень много контента, неинтересного, лишь бы продать. Мы отталкиваемся от качества продукта. Поэтому вот это Бутиково здесь и возникает. Когда это лучшие аниматоры со всей страны, лучшие специалисты в своей области, создающие лучший контент. Я думаю, что основные там 15-20 человек, которые, так сказать, больше десяти лет в студии работают. Это причем основные люди. То есть, это композиторы, художник-постановщик, главный наш технолог. Люди, которые занимаются рендерингом, композером, аниматоры ведущие, режиссеры. Так сказать, с первых дней. То есть, они, как и я, так сказать, 13 лет в проекте, так и они 13 лет в проекте. Да, мы все уже на 13 лет повзрослели, условно говоря. Но, тем не менее, я думаю, что и сериал потихонечку меняется, потому что его делают все более взрослые люди. Может быть, он стал не таким огненно смешным, как раньше. Но, с другой стороны, какие-то другие краски к нему тоже пришли. То есть, он такой в развитии. Я из Германии, из Баварии. О, из Баварии? Что вы делаете в России в анимаккорд? Мой отдел занимается дистрибуцией мультфильма на международных телевизионных каналах и цифровых платформах. И да, это привело нас к мировому успеху. Мы номер один у детей. Ну, то есть, вы экспат, работающий в России? Да, верно. Я экспат, работающий в России. С моей точки зрения, причина международного успеха Маши и Медведя в том, что у этого мультфильма есть душа и сердце. И в каком-то смысле он показывает душу и сердце России, всему миру. Это одна из причин. Другая причина в том, что это обучающий проект. Но он не поучает детей, вы не должны делать это, а помогает учиться на примерах из каждой серии. Ребенок отождествляет себя с Машей и естественным образом учится тому, что ему следует, а что не следует делать. Все это очень естественно, но с большим сердцем и душой. Мишка, смотри, вулканы, вулканы. Мишка, смотри, вулканы, вулканы. Мишка, смотри, вулканы, вулканы. Мишка, смотри, вулканы, вулканы. Как тебя зовут? Юля Зуникова. Ты Маша. Озвучиваешь Машу? Да. Как давно? Два года уже. Два. Прилично. Зарплату платят? Да. Серьезно? И на что тратишь? Ну, я на разные вещи, одежду себе покупаю, канцелярию. А как ты думаешь, почему такая сумасшедшая слава по всему миру у мультика? Мультик российский, и вроде как Маша такой российский персонаж, и в то же время международный. Почему так? У тебя есть какое-то мнение на этот счет? Ну, мне кажется, просто все дети очень похожи на нее. И все, когда смотрят этот мультик, думают, представляют себя на месте Маши. Всем нравятся приключения Маши и Медведя. Меня зовут Сальма, а мама Диляра. О, приятно познакомиться. Я Евгений. Сальма, сколько тебе лет? Мне шесть лет. Шесть. А где ты живешь? В Дубае. Дело в том, что мы снимаем фильм о Маше и Медведе. Ну, я полагаю, ты знаешь этот мультик. Да. Тебе он нравится? Почему? Потому что он супер смешной. Супер смешной. Хорошо. Первая причина. А еще какая? Еще потому, что Маша тоже очень смешная. Она все трогает и ломает в доме Медведя. Но в результате Медведь на нее не злится. Почему Медведь на нее не злится? Потому что он как отец для Маши. Маша иногда ведет себя глупо и шалит. Но когда приходит Медведь, она становится хорошей. Я слышал, что этот мультфильм нравится мусульманам, в том числе потому, что Маша носит платок. Это в мусульманской традиции. На Маше, конечно, платок в русском стиле, но тем не менее это созвучно исламскому миру. Это правда? Да, это правда. Здесь арабские девочки, арабские дети тоже любят Машу и Медведя. В прошлом году в торговом центре Мердив Сити Центр проходило шоу «Маша и Медведь». Дети получили уйму удовольствия. Это было потрясающе. Все хотели их увидеть. И Маша тоже была в традиционном розовом платке. Она была одета как Супермен. Нет, эпизод Супермена был последним, а вначале она была в платке. Она одета очень скромно и красиво, и всегда с покрытой головой, что здесь хорошо воспринимается. Маша сильно влияет на бразильских детей. У нее такой характер. Если она чего-то хочет, она обязательно этого добьется. На мой взгляд, это хорошо. Это лучшее влияние на детей. Прилетает вам мнение взрослых? Ну, конечно, безусловно. Вы как-то обрабатываете эти мнения? Ну, мы стараемся не показывать их, честно говоря, авторам. Есть недовольные родители? Да, 25% родителей недовольны. По-прежнему? По-прежнему, да. По-прежнему, естественно, люди считают, что воспитывать детей должна школа, должны мультфильмы, должны детские сады, какие-то воспитатели, программы государства. Государство. Государство должно воспитывать. А в этом смысле сесть и посмотреть вместе с ребенком мультик, мало у кого сейчас времени. Сейчас проще включить. Так, все, не отвлекайся. 25%, но не так много. Остальные 75% довольны. Это очень интересно было, когда началась Маша, первый, второй, третий год, смотреть на кинопоиск, там же оценки выставлять. Там не было оценок типа 5, 6, 4, 7. Там были либо единицы, либо десятки. И вот соотношение между единицами и десятками, она как раз давала. Ну, то есть, либо супер все, либо, блин, не принимаю, потому что, как говорили аналитики, не может нравиться персонаж Маша, которая вгоняет иголки под ногти медведю. Вот что они видели в этом мультфильме, я не знаю. А это, так сказать, прям официальные были доктора психологических наук, еще раз. Большинству родителей не нравится, когда дети плохо себя ведут, шкодят и балуются. И мне это понятно. Но я уверен, что если родители посмотрят больше серий, то они поймут настоящую идею Маши и Медведя. Идею найти правильный путь. Если говорить о Маше, во-первых, она без родителей. Когда я смотрю этот мультфильм, то вижу, что у Маши всего два зуба впереди. Это значит, что она очень маленькая. У меня две дочери. И я знаю, как развиваются зубы у детей. И вот она одна в лесу с медведем, диким животным. Но медведь действительно для нее как отец, старший друг и поддержка. Она очень непослушная. Моим детям не разрешается быть такими непослушными. А все ломает, иногда бывает неуправляемой. Но вы знаете, мы должны заботиться о том, чтобы у детей было счастливое детство, а не быть только строгими с ними. Потому что время летит быстро и дети растут быстро. Через два-три года мы сможем только вспоминать об этих детских шалостях. Я не слишком строго отношусь к этому. Это хорошо, нормально. Надо относиться к этому спокойно. Мы стараемся так жить. Это очень смешной обучающий мультфильм. Мне он нравится, потому что дети могут многому научиться из этого яркого и профессионально сделанного мультфильма. Моя дочь растет в Дубае, в мультикультурной среде. У нее есть друзья из Индии, Пакистана, Америки, Южной Африки. Всем им нравится этот мультфильм. Сейчас она на втором году обучения. Расскажи об этом. Ваш учитель во время перерыва на ланч? Когда у нас перерыв на ланч, наш учитель всегда включает Машу и Медведя. Правда? Правда. Мы были очень удивлены. И весь класс всегда смеется. Наш учитель, уроженец Ирландии, понял, что во время 10-минутного перерыва на ланч хорошо включать Машу и Медведя, чтобы дети немного расслабились. Я спросила его, зачем он это делает. Он сказал, потому что это замечательный мультфильм, который помогает детям расслабиться, ни о чем не думать и разгрузить голову. Мы были очень удивлены. То есть вот это узнавание себя в персонажах, это и есть тот самый триггер? Ну да, и потом как бы такая, то есть нет вот этого морализаторства. То есть мораль, она заходит через какую-то другую сторону незаметно. Это тоже очень важно. Ну дети же, они не дураки, они тоже хотят, когда смотрят мультфильмы, чтобы им не капали на мозг. Будь хорошим, учись, читай, слушай маму, папу. Они хотят, чтобы было классно. Как взрослые приходят и что они там смотрят в каких-то сериалах развлекательных. Наверное, ну там, не, ну разные, конечно, есть и образовательные. Вот, но вы хотите смотреть что-то вам интересное, так и дети тоже. Выглядит это вот примерно так, вот это вот сценарий серии. Тут еще мы вставляем всякие картиночки. Это сценарий серии? Это сценарий серии, да. Вообще обычно... Можно взглянуть? Да, конечно, тут всякие референсы. Реплики вот желтеньким покрашены. Видите, их не очень, так сказать, что много. Зато какие-то вставлены картинки для понимания. И это пишет некий сценарист? Вот эти сезоны Олег писал вообще со сценарной группой из Лос-Анджелеса. То есть он взял русской редактор и несколько сценаристов, которые работают там. То есть у нас вообще даже они приходили на английском языке. То есть придумывали люди из Америки? Да, ну на самом деле Олег придумал логлайны, то есть самое главное это вот идея, да. Потому что там очень четко с правами, если у тебя написан логлайн, то ты правообладатель. Это вообще писал Кевин Адамс, прекрасный такой режиссер. Он на Нетфликсе полнометражку делал про робота и девочку. А, то есть у вас серьезные ресурсы, должен вам сказать. Ну да, да. Пишут сценаристы Нетфликса? Да. Ну тогда писали, сейчас не пишут. А эту серию рисовал старьбордист, который работал на Футураме и на Симпсонах. Вот так вот. У него прям даже вот этот вот стиль носа, ну прям видно, что как бы… Ну вы сотрудничаете с серьезными людьми. Ну да, да. Серия делается долго, где-то от продакшен идет там от 5 до 9 месяцев, там в зависимости от сложности, да. Если там какие-то новые персонажи, локации, то удлиняется. То есть на 6,5 минут примерно уходит 5-9 месяцев? Да, это… Ну сейчас, конечно, 9, наверное, мы не делаем, но вот у меня была серия, где прилетели инопланетяне, то есть надо было делать инопланетян, корабль, космос, маш там с четырьмя глазами, которые превратились. То есть там, естественно, раздулась по срокам. Вот, а так минимум 5 месяцев. И это только вот когда уже готов сценарий. Это же кино все-таки. Почему-то все думают, что мультики – это легко, быстро и весело. Нет. Это дорого, долго и дорого. То есть это очень сложный продукт, поэтому как мы его делали, так сказать, примерно у нас 6-7 месяцев уходит на один эпизод, так и сейчас это. То есть получается, это очень дорогой продукт. Вот. Насколько дорогой в среднем одна серия? Ну, я скажу, это на уровне 50 тысяч долларов за минуту. Это, наверное, один из самых дорогих сериалов в мире до сих пор. Умножаем. Ну, ать бог. 300 тысяч долларов примерно. Ну да. Одна серия. Это мало себе кто может позволить. Понятно, что инвесторы рисковали, когда входили именно в такое. Ну, вот Олег был тем продюсером, который настаивал на этом. Он говорил, не надо упрощать, так сказать. Не надо поддаваться, не знаю, например, телевизионным форматам, которые говорили. Не, ну, сделайте 52 серии, будем рассматривать. То есть у нас сразу первые две серии пошли в эфир. Пошли здорово. Мы первый год сделали два эпизода, во втором — четыре, в третьем — шесть, в четвертом — восемь. То есть, ну, представьте себе, да, а со всех сторон говорят. Ребята, что вы делаете? Вы должны делать 52 эпизода в сезон. Ну, вот возьмем «Ну, погоди», тоже бездиалоговый хит советской мультипликации. Сколько делалось одна серия «Ну, погоди»? — Не знаю. — Не знаете? Один год. 13-минутный эпизод. Почему? Потому что надо было собрать все хиты музыкальные за прошлый год. Вот это ж, как сказать, все музыкальные хиты за 69-й год входили в серию 70-го года и так далее. Надо было придумать вот этот сюжет, надо было это все нарисовать. То есть, когда ты делаешь качественное медленно, это сохраняется. Вот чем медленнее ты делаешь, тем это сохраняется дольше. Ну, где-то есть такая, вот я не знаю, эмпирическая формула, может быть. Обычно телевизионные персонажи и бренды имеют цикл жизни, скажем, 10 лет, в течение которого они становятся известными. А дальше они исчезают. Но я не думаю, что это произойдет с Машей. Я считаю, что Маша стала классикой и будет оставаться известной на протяжении многих лет. Как, например, Том и Джерри или Скуби-Ду. У нее будет долгая жизнь. Да просто все было честно сделано, без обмана. То есть, все было сделано так, чтобы это... Ну, начиная с записи, ну и по звуку могу сказать, и кончая финальным сведением, я всегда старался сделать картину. Я никогда не старался сделать мультфильм, как там многие делают. Мультфильм, значит, можно тут сэкономить, там сэкономить, тут отрезать, тут выкинем, а тут музыкой прикроем и все. У меня всегда, если внимательно слушать, то у меня полностью звучит вся фонограмма. Ну, я так стараюсь сделать. То есть, я к этому стремился, что это реальная жизнь. Такая вот честная, настоящая. Да, честная. То есть, если человек ходит, если герой ходит, значит, у него должны быть шаги. У многих анимаций этого нет, потому что, ну, как бы никто не отдает внимание этому, не тратит, не затрачивается на это. И поэтому оно и получается, что вроде как все сделано, но ты понимаешь, что чего-то не хватает, чего-то нет, что-то не так. У меня японцы тут брали интервью, они говорят, мы никогда не думали, что есть такой человек, который настолько зацикленный, настолько скрупулезен. То есть, я знаю, что у меня в том-то месте там есть звук. Вот. И если его нет, то я буду знать, что его там нет. Я его там не сделал. Вот. И, ну, так получается. По-другому нельзя работать, потому что тогда смысла нет. Вообще, в мире делается около двух тысяч, наверное, часов анимации в год. И, там, 80% из них, если не больше, это сериал. То есть, он продукция, которая нужна огромному количеству каналов, там, детских телевизионных каналов, когда каналы начали делиться, потом стриминговые платформы, там, YouTube и так далее. То есть, появляется огромное количество коммуникаций, коммуникационных каналов, да, разного типа цифровых в последние 10 лет. Просто взрывообразно. И взрывообразно нужен контент. А мы стараемся остаться таким, ну, я не знаю, правильно ли это слово, бытиковым проектом. То есть, проектом... Ламповым. Ну, ламповым, да. Я помню, когда у нас были первые переговоры там с КИК, это киндер-канал, да, немецкий. Они говорили, ну, ребята, ну, у вас там всего там 20 там серий, да, ну, как, нам нужно заполнять просто пространство. А мы говорили, а вы делаете как изюминка, вот расставляете, вот нас, например, там, раз там в день, в 6 часов вечера показываете Машу. И вы увидите, что в 6 часов вечера у вас, так вы на каком месте, там, на 10, да, так сказать, по рейтингам, да, будете там на третьем, например. Попробуйте. На удержание популярности оказывает влияние вот ваш повсеместный мерчендайзинг, повсеместное лицензирование всего на свете и везде на свете? Везде на свете, да. Не, ну, мы, наверное, понятно, я скажу так, вот есть список, это наши маркетологи больше скажут, есть список, так сказать, уровень монетизации брендов. Причем это бренды все. Вот мы в этом списке, ну, где-то, по-моему, в шестом десятке. Это самый монетизируемый российский бренд. По миру? В мире, да. С уровнем монетизации порядка, там, 320, по-моему, миллионов долларов. Но это объем мерчендайзинга, то есть это не наши деньги, да, это вот, условно говоря, они считают в ритейле, так сказать, все это хозяйство. Это объем продаж всего мерча? Да, брендовой продукции, да. А вы, прежде всего, на чем зарабатываете? Ну, в том числе и на этом. То есть, какая статья доходов первичная? Мы передаем первичная, ну, смотрите, еще лет пять назад это был мерч. Мерч? Да. Не продажи лицензии, условно, стримингом или телеканалом? Нет. Они занимали достаточно большое место, там, порядка 30-40%, но мерч был чуть побольше. Почему? Потому что, во-первых, стран было много, да, так сказать, и каналов было не столько много. А сейчас ситуация поменялась, по большому счету. Сейчас очень, в первую очередь, конечно, контент, потому что, еще раз, чем больше каналов, тем больше востребован контент. Но контент такой, чтобы этот канал выходил, ну, то есть, ты приобретаешь контент вместе с аудиторией, по большому счету. То есть, если ты платишь за, так сказать, права показывать Машу и Медведь, ну, например, на своем языке, там, да, так сказать, в своей стране. Да, например, в Китае. Например, в Китае ты приобретаешь аудиторию, по большому счету. Вот. Которая видела это Машу где-то на другом, которая говорит, это классный продукт, вот, рекомендует и так далее. Потому что продвигает, по большому счету, контент продвигает не растяжки, да, не плакаты, а продвигает директ-маркетинг, да, прямой вот эти вот. Когда друг другу говорят, слушай, а ты видел, вот классная вещь и так далее. Но если продукт будет плохой, если начнем торопиться и делать, вот, лишь бы, так сказать, вот нам сказали, там, сделайте столько серий. 52. 52. Да, да, мы вам заплатим столько денег. Вот эти деньги будут, ну, наверное, если не последними, то предпоследними, понимаете? Какие рынки пока вы еще не освоили? Я так понимаю, что, в принципе, вы освоили примерно все, но есть еще страны, где вас нет и куда вы хотите попасть. Ну, мы часто шутим, что это Арктика, да, или Гренландия, на самом деле... Антарктика. Да, Антарктика, да. На самом деле мы более или менее во всем мире, это на самом деле так. Единственное различие в том, насколько глубоко мы зашли на тот или иной рынок, да, то есть есть рынки, где мы уже очень давно и плотно работаем. Мы начали с рынка, например, там, ну, естественно, сначала это была Russia, CIS, потом мы перешли в западную... СНГ, да. Да, СНГ, потом мы перешли в западную Европу, супер популярность в Италии, уплотнились там, пошли дальше, Латинская Америка, Северная Америка, Ближний Восток и страны Дальней Азии. Вот, на сегодняшний день вот мы продолжаем процессы углубления в азиатские страны, в первую очередь, там, Китай, Япония, там, как бы так все на начальных этапах пока что, вот. Ну, в общем целом, мы охватили, по сути, всю планету. В Бразилии находится Амазония. Я ездил в Амазонию почти каждый год и был в гостях у одного племени, живущего посреди леса. Там я заметил, что многие дети смотрят что-то по телевизору. У них есть спутниковое телевидение и спутниковый интернет. Я, кажется, знаю что. Я зашел в дом проверить, что они смотрят, и они смотрели Машу и Медведя. Я был поражен. Амазонские племена смотрят Машу и Медведя. Почему бы и нет. Я был изумлен, когда увидел, что все дети реально смотрят Машу и Медведя. Я говорил с ними, и все они были без ума от Маши. Когда я вернулся в Сан-Паулу, у меня здесь есть много мерча Маша и Медведь, образцов, которые должны быть одобрены перед запуском в продажу. Так вот, когда я вернулся в Сан-Паулу, я собрал четыре большие коробки с игрушками и одеждой. Все образцы, которые у меня были. И отправил в племя. Они безумно обрадовались и прислали мне потом фотографии. Как вы думаете, анимаккорд может повторить успех Маши и Медведя в каком-то другом проекте? Для того, чтобы это произошло, на самом деле нужно, чтобы совпало очень много факторов. В первую очередь должен быть вот именно такой человек, который, как Олег, это один из разряда один на миллиард, то есть у которого такое широкое видение вообще всей ситуации, такое аналитическое мышление, но у него огромный спектр знаний по многим вопросам, которые там даже не задумываешься. Нужен человек, который сделает такую идею. А так как все очень мелко, все же очень быстро хотят все. Это прийти и сказать, все же знают про Стоквашино. Он написал Успенский. Ну что, мы не можем написать как Успенский, что ли? Не можете. То есть для того, чтобы сделать все-таки Маши и Медведи, еще раз, это авторский проект. Это проект, который придумал автор и убедил всех, что вот это будет хорошо. Убедил тем, что он сам это делал, сам это писал, сам показывал, сам собирал команду, сам выбирал технологические циклы и так далее. То есть это авторский со всех сторон. Просто его удалось поставить на коммерческие рельсы. И в этом смысле для того, чтобы второй проект сделать, нужен второй... Второй Олег Кузовков. Абсолютно правильно. Не я это сказал. Но мы сами понимаем, что есть новые вызовы. Вот, естественно, мы на них отвечаем. В частности, сейчас мы начинаем, уже начали производство нового формата контента. Это такие мини-фильмы по 30 минут. То есть мы поняли, что нам нужно немножко диверсифицировать то, что мы производим. И уже в следующем году на экраны будет выходить наш первый мини-фильм. 30-минутный? 30-минутный мини-фильм, да. Но вы это считаете полным метром? Нет, ни в коем случае. Это не полный метр, но это такая хорошая подготовка. Такая проверка боем, что называется. То есть новая практика. Мы тоже будем своего рода экспериментировать, смотреть, как это пойдет. Вот если это будет эксперимент удачный, то мы продолжим и сделаем еще несколько таких мини-фильмов. Прежде чем мы уже будем всерьез задумываться о полнометражном фильме. Как вы думаете, реально повторить этот успех или это случается раз в жизни компании? Вы знаете, когда есть хорошая команда, когда есть уже проторенная дорожка, что называется, то, безусловно, и все шансы на то, что успех можно повторить, тоже имеются. Вот поэтому мы в это верим. Но пока что мы сосредоточены на Маше. Пока что Маша дает нам такие возможности, как 6 кнопок и миллиардные просмотры. Мы никуда не торопимся. Работаем с этим брендом и пытаемся делать новые виды контента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова